Студия «Диафильм» представляет Бюджет и хозяйство семьи. К курсу этика и психологии семейной жизни для 10-11 классов. К сведению учителя. Известно, что в немалой степени семейное счастье и благополучие зависят от того, как складывается экономическая жизнь семьи. Данный «Диафильм» призван сформировать у учащихся элементарные представления об экономике домашнего хозяйства, рассказать о способах планирования семейного бюджета, пробудить стремление уже сейчас, в родительском доме, овладевать азами рационального ведения домашнего хозяйства. Свадьба. Он и она счастливы, теперь они вместе навсегда. Отныне муж и жена. Счастье их безмерно и трепетно. Однако хорошо известно, счастье семейное станет еще прочнее, если успешно пройдет закалку, созданную молодыми супругами бытом. Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством. Фридрих Энгельс. Хозяйственно-бытовая функция – одна из важнейших в семейно-брачных отношениях. Диаграмма функций семьи. Функция хозяйственно-бытовая. Функция организации досуга. Функция общения. Функция рождения и воспитания детей. Функция создания гармонии интимных отношений супругов. Функция создания условий для профессиональной деятельности. Функция восстановления физических и духовных сил. Что же такое хозяйство? В этом надо разобраться еще до вступления в брак. Потребности – разумные и неразумные. Статьи расходов. Статьи доходов. Экономия. Карманные деньги. Бюджет. Планирование. Контроль и учет. Экономика семьи. Слово «экономика» зародилось в эпоху натурального хозяйства, в переводе с древнегреческого значит «искусство ведения домашнего хозяйства». Постепенно, с развитием общества, смысл слова «экономика» расширился. Экономика – это господствующий способ производства в обществе. Ожегов. Словарь русского языка. Ответьте на вопросы. Какие отрасли экономики вам известны? Какое место в экономике общества занимает семейная экономика? Из чего складывается экономика семьи? Как организовать домашнее хозяйство, чтобы жизнь сложилась счастливо? Чтобы любовная лодка не разбилась о быт, хозяйство семьи, дом, его устройство, порядок и учет, его поддержание, покупка продуктов и вещей, приготовление пищи, стирка, приусадебное хозяйство, уход за детьми и престарелыми. В некоторых семьях и сейчас существует распределение домашних обязанностей, как при домострое. И как результат этого – перегруженность женщины и ее неудовлетворенность браком. Мужчина же при этом утрачивает роль главы семьи, что вызывает также его недовольство и часто становится причиной развода. Руководствуясь принципом социального равноправия, во многих семьях более естественно распределяют обязанности по дому. Все делаем вместе, я беру на себя то, что лучше умею делать. Это делаю я, чтобы доставить радость любимой, любимому. Основа хозяйственной деятельности супругов, бюджет семьи, то есть предположительное исчисление ожидаемых доходов и расходов на определенный отрезок времени, неделю, месяц, год, пятилетие. Из чего же складывается основной доход современной советской семьи? Какие дополнительные доходы, социальные льготы и доплаты являются подспорьем семейному бюджету? На фото. На школьном заводе. Доход современной советской семьи составляют заработная плата всех работающих членов семьи, оплата производительного труда школьников и учащихся ПТУ, прибыль от индивидуальной трудовой и кооперативной деятельности. Дополнительные доходы семьи обеспечиваются общественными фондами потребления, пенсия, стипендия, пособия по временной нетрудоспособности, дотация на содержание детей в детских учреждениях, частичная оплата отпуска по уходу за ребенком, государственная помощь многодетным семьям. Существенным подспорьем семье являются бесплатное образование и медицинское обслуживание, обеспечение значительной части населения государственными квартирами. Кроме того, социальные льготы и доплаты по квартплате, транспорту, льготы молодой семье, бесплатные лекарства и питание с молочной кухни для детей до года. Рассмотрим примерную схему их распределения. Непредвиденные расходы. Какие из расходов крайне необходимы, а какие нет? Как рациональнее их распределить? В каком соотношении должны находиться доход и расход? Попробуем вывести формулу их взаимосвязи. В реальной семейной жизни часто возникают конфликтные ситуации при решении проблемы доход-расход. Попробуйте разрешить некоторые из них и выскажите свое мнение. Молодая семья начинает жить с нуля. Что им надо приобрести в первые три года? Можно, конечно, жить скромно. Например, когда мои родители копили на машину, они перешли на жареную картошку с овощами и борщ без мяса. Жить со списком, я считаю, жалкое и пустое занятие. Если деньги считаешь, их больше не становится, а бессонницу наживешь. Как же рассчитать бюджет семьи? Жизненный опыт многих счастливых семей показывает, что для этого необходимо соблюдать четыре условия – учет, контроль, планирование и организация. А как это делают ваши родители? Знакомые? Наиболее рациональные формы учета и контроля бюджета. Тетрадь учета доходов и расходов семьи. Конверты с деньгами на каждый день. Конверты с деньгами для разных трат. Питание, крупные покупки, отпуск, накопление. Планирование и организация семейного бюджета должны осуществляться всеми членами семьи. Примером расчета семейного бюджета может служить такая контрольная таблица. Ролевая игра, расчет бюджета семьи на месяц, учащиеся, разбиваются на группы, семьи. Первая. Он и она, студенты. Вторая. Он, она и грудной ребенок. Третья. Он, она, двое детей. Четвертая. Он, она, трое детей. Бабушка-пенсионерка и тому подобное. Заранее оговариваются статьи доходов семей. В течение 10-15 минут семьи рассчитывают свой бюджет по таблице, данной в следующем кадре и на заранее приготовленных учителем карточках. После этого результаты обсуждаются коллективно. Таблица расчета бюджета семьи на месяц. А теперь сделаем выводы. Создается новая семья. Попробуйте, опираясь на свой багаж знаний и умений в области семейного бюджета, сформулировать рекомендации молодым супругам. Чтобы домашнее хозяйство способствовало сохранению благополучия семьи, надо. Проверьте себя, просмотрев следующие кадры. Первое. Чтобы в семье всегда царила трудовая атмосфера. Второе. Чтобы дети принимали посильное и активное участие в хозяйстве семьи. Третье. Чтобы в основу хозяйства и расчета бюджета семьи были положены нравственные принципы каждому члену семьи – заботу и уважение. Предпочтение тому, кто нуждается. Совместное решение всех проблем. Четвертое. Чтобы семейное хозяйство велось экономно. Для этого надо соблюдать такие правила. Бережно относиться к вещам. Экономно тратить деньги. Исключить лишние траты. Умерить свои потребности и желания. Больше делать своими руками. Пятое. Чтобы семейный бюджет способствовал развитию и укреплению здоровья всех членов семьи, их духовному развитию. Шестое. Чтобы в семье не развивался культ вещей, культ накопительства, чтобы вещи не вытесняли человека. Седьмое. Чтобы все члены семьи, безусловно и категорически, отказались от употребления алкоголя, курения и других вредных привычек, что диктуется не только экономическими, но прежде всего медицинскими требованиями. Причины вызова в скорой помощи к людям в состоянии опьянения – смотреть диаграмму. Практические задания для повторения, по вариантам. В семье ожидается первенец, рассчитайте первоначальные затраты на него. Приближается новогодний праздник, спланируйте покупку подарков и меню праздничного ужина. Неожиданно позвонили друзья, они приедут через час. Продумайте, что вы сможете приготовить к чаю на скорую руку. Практические домашние задания могут быть даны группам учащихся. Первое. Запишите и проанализируйте расходы вашей семьи за месяц. Второе. Найдите в бюджете вашей семьи возможные резервы экономии. Третье. Попробуйте подсчитать, какая доля семейного бюджета приходится лично на вас. Сделайте выводы. Четвертое. Запишите для себя секреты экономного ведения хозяйства, наиболее экономных блюд домашней кухни. Конец. Первым движком Алена для канала Маркс был прав.